Просто ам ртом, типа ам, и он открывает все, что мне надо. Вот так движением подбородка Марок легко управляет компьютером. Пишет сообщения друзьям в фейсбук, смотрит фильмы или включает музыку. У Марка полностью парализовано почти все тело. 7 лет назад он получил травму, неудачно прыгнул в воду и сломал шейные позвонки. Парень чудом выжил, но стал инвалидом. Шевелить руками или ногами он не может. Самые простые бытовые вещи для Марка превратились в настоящее испытание. Ему постоянно нужна помощь ассистентов, в том числе, чтобы пересесть с кровати в специальное кресло. В нем Марок может перемещаться по улице. Управляет креслом, как и своим компьютером. Он с помощью подбородка. Я пытаюсь не сидеть, конечно, давно. Было бы слишком, потому что впадаешь в такую депрессию, не депрессию. Это нужно для того, чтобы чуть, ну, просто развеяться. Зимой, правда, выезжать из дома немного страшно. Тротуары скользкие. Марок боится, если кресло перевернется, он не сможет подняться. Да и времени на прогулку у парня сейчас практически нет. Каждый день Марок пишет картины. Рисовать он научился несколько лет назад. Взял кисточку и краски просто от скуки, чтобы было чем заняться. Дали мне ручку, дали бумагу, начал писать, там ничего непонятно. Как врачам, знаете, там пишут, там, как карьера. Вот, и потом дали кисточку. Начал рисовать там море, пляж, камень, там, солнце. И это все получалось. И получалось так хорошо, что со временем живопись стала делом его жизни. Говорит, яркие краски, красивые пейзажи отвлекают от повседневных проблем. Его картины заметили. Благотворительные организации помогли организовать выставку. И тут случилось что-то совсем неожиданное. Все работы Марка раскупили за один день. На следующей выставке ему уже было нечего выставлять. Пришлось писать новые картины. Одну картину нарисовал птичку и поставил. Думал, может, продам кому-то. Поставил, и один врач говорит, я хочу это купить. Я говорю, ну, хорошо, сколько вы за нее хотите? Говорит, я подумал, там, не знаю, там, 5-20 евро. Он говорит, 100 евро. О, классно, первое. Первое продал. Сейчас у Марка заказов на год вперед. Заработанные деньги помогают ему быть самостоятельным. Оплачивать услуги ассистентов, помогать маме. Светлана работает в больнице и не может каждый день навещать сына. Она, конечно, не ожидала, что Марок станет известным художником и очень им гордится. Как он вообще? Другие бы уже совсем поникли бы. А этот нос вперед и идет как там. Мне даже всегда говорят, что как он может так рисовать? Как мы с руками? Не такие вот эти вот, все эти вот мелочи. Не знаем, как нарисовать двумя руками. А он, говорит, кисточку берет, да? Ты можешь отнять у меня ноги и руки, но никогда не отнимешь у меня улыбку, пишет Марок на своей страничке в Facebook. Вот так, с улыбкой, он теперь хочет вдохновлять других. Недавно Марок стал героем клипа известного латвийского певца Андриса Кивича. Это песня о том, что надо верить в мечту, не опускать руки, быть собой здесь и сейчас. Мария Андреева, Данил Жилинский, Балтия. Неделя.